Двое на одного. Бродячие псы напали на ребенка в индустриальном районе. Десятилетний мальчик ждал друга на детской площадке. В этот момент на него набрасились два пса. Если бы не вмешательство случайных прохожих, могла произойти трагедия. Репортаж Елены Яговцевой. Серая шерсть и широко раскрытая пасть с желтыми клыхами. Это практически все, что сумел запомнить Ярослав. Мальчик сидел на качелях в одном из дворов по улице Карпинского. Когда решил подойти к горке, на детскую площадку через забор перемахнул пес. А за ним другой. Остальное ребенок запомнил смутно. Я упал, и вот она меня укусила. Я почувствовала у нее клыки. Потом подбежали два дяденьки, наорали на собак, и собаки отбежали. И вот, и они меня спасли. Спугнувшие агрессивных собак мужчины проводили окровавленного мальчика до квартиры. Благо, что тот живет в этом микрорайоне. И позвонили на работу родителям. Мама пострадавшего ребенка рассказывает, что пока бежала домой, в уме рисовались картины, одна страшнее другой. Мы отбили вашего ребенка у злых собак, и они накинулись. Ну, естественно, я за две минуты вся жизнь перед глазами. Долетела до дома, вызвали скорую, увезли его. Ну, вот там сделали все, что нужно, вот эти все перевязки. И сказали, что нужно ставить, пройти прививки. Вот у меня отсюда досюда, и вот тут, в середине рана. Там меня раскусили до мяса. Мне поставили прививку от бешенства два раза, и осталось еще восемь раз. По словам свидетелей инцидента, дворняги были без ошейников и без желтых чипов в ушах. Такие в большом количестве обитают в лесополосе, идущей вдоль улицы самолетная и железнодорожной линии. Часто забегают во дворы. А вообще страшно, когда собаки бегают, особенно вот с малышами выходят, и они набрасываются. Я на балконе стояла, у нас дети здесь завязали, и сюда вся стая туда побежала. Порядка десяти собак. Мама пострадавшего мальчика уже обратилась в муниципальную службу по отлову бродячих животных. Специалисты пообещали провести рейд по опасной территории уже во вторник, 16 июля. Женщина готовит иск в суд, надеясь взыскать с ответственных за отлов компенсацию морального ущерба. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.